Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Жизнь не те дни, что потеряны, а те, что запомнились. Мы постараемся сделать так, чтобы время, проведенное с нами, вам запомнилось. И вот, что мы подготовили в сегодняшнем выпуске. Подсолнухи, пионы, ирисы – все эти цветы словно оживают на холстах семьи Калмыковых. Какие жизненные истории связаны у художников с представителями флоры, мы узнали из первых уст. Мед любят и взрослые, и дети. А вот какая история этого лакомства связана с Тамбовщиной, знают единицы. Об этом и расскажут организаторы выставки Тамбовский улей Светлана Горбунова и Владимир Жуков. Только искусство позволяет нам сказать даже то, чего мы не знаем. В рубрике «Мастерская» Ирина и Валерий Калмыковы. Они художники, в живописи отдают предпочтение цветам. Именно в долине цветов они предлагают побывать тамбовчанам, приглашая на выставку в Пушкинской библиотеке. Как создаются живописные натюрморты, узнаете из нашей рубрики «Мастерская». «Мастерская» и 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 «Мастер Цветы создают нам настроение, и людям, когда много цветов. Ну, понимаете, когда много, допустим, грубо говоря, негативных моментов в жизни, и цветы, они все-таки радуют человека, неважно, там, мужчина или женщина. Я цветы очень люблю. У меня мама с детства на даче занималась цветами, разводила цветы. И она была учителем, но говорила, что если бы она не стала учителем, то она бы обязательно работала в оранжерее и занималась цветами. Поэтому, конечно, с детства, я помню, еще когда маленькая, я бегала среди этих цветов. И поэтому цветы сопровождают меня, конечно, всю жизнь. И у нас тоже в Заречии очень много цветов. И когда они расцветают, я ими любуюсь. Все вот ирисы, которые написаны и представлены здесь, это ирисы из нашего сада. Я, допустим, пишу только тогда, когда хороший, допустим, надо, чтобы солнечный день, чтобы мне утренние лучи поймать, допустим. Или когда, если я в таком не очень хорошем состоянии, здоровье, то я стараюсь не писать работу. Поэтому эти вещи, они как бы такие, они изнутри рождаются. Меня отвлекать ничем нельзя, то есть весь день я посвящаю только работе. То есть я ничего не готовлю, я не занимаюсь какими-то другими делами, потому что для меня это особое состояние. Я могу только писать в этом состоянии. Я включаю музыку красивую, и тогда я пишу. Я разговариваю с этими цветами, я настраиваюсь на них. То есть для меня, кроме вот этого мира красок, в этот день не существует ничего. Техника у нас, вот даже я могу сразу сказать, она совершенно здесь разная. Потому что стиль, допустим, здесь сухая кисть, здесь мастихина у Ирины. Есть, ну, есть просто гладкая живопись. Иногда мастихину можно так раз-раз-раз быстренько, а здесь где-то какие-то вещи надо, чтобы один слой там через другой прослежил. Как бы, знаете, ну, вот как прозрачный был. Почему цветы лотоса? Вот я вам скажу, лотос, ну, у меня так, я родился в Арсении, да, там есть озеро лотосов. В Астрахани, Астраханская область, сплошные лотосы. Мы вот в Вьетнаме были, там тоже лотосы. Лотос – это цветок, сам по себе уникальный, как, знаете, он, как человек, есть в буддизме такое выражение, когда он из ила, из грязи поднимается к свету. Ну, неважно, здесь, если не касаться религиозных представлений, ну, это так, лотос – один из самых сильных таких, мощных цветов. И вот, например, вот эту работу, самую первую, когда в Астрахани, представьте, я встал в 4 утра, когда, о, есть такая особенность, говорит, кто увидит, как расцветает лотос, будет счастливый, да, когда лотос, он еще закрыт, цветок, и попадает первый луч, и такой щелчок, а потом начинает раскрываться. Вот это особенность лотоса. Если писать с натуры лотос, когда вас жалят комары и мошкан, вы просто не сможете это сделать. Поэтому делаются фотографии, а потом пишется цветок. Цветы всегда дарят радость мне. Поэтому у нас много и дома работ с цветами, да, потому что, вот я всегда говорю, если на улице там дождь и слякоть, да, мне стоит посмотреть на чудесные солнечные подсолнухи, и я начинаю радоваться. Вот. Или пионы. У меня мама тоже любила очень пионы, поэтому они мне напоминают о моей мамочке. У нас была выставка в Питере, в библиотеке тоже, очевидно, сейчас пошла такая тенденция, очень хорошая, я считаю, когда люди посещают библиотеки и выставки. Вот. В Троицке у нас были выставки, там, постоянно у нас или весна-осень. Но вот решили в Тамбуе. Нас прекрасно здесь встретили в этой библиотеке, с пониманием люди отнеслись. Я считаю, ну, работы должны, чтобы видели другие. Вот мы стараемся это поделиться своими, как сказать, впечатлениями, восприятием мира с другими людьми, вот нашим настроением. История пчеловодства началась с того дня, когда древний человек нашел в лесу дупло с медом диких пчел. Пчеловодство тесно связано с историей Тамбова и Тамбовской губернии. Улей изображен на нашем гербе, что означает этот символ. И как развивалось пчеловодство на наших территориях, наглядно демонстрирует выставка «Тамбовский улей», которая открылась в Тамбовском краеведческом музее. С конца XVIII века начинается новая история города. По указу Екатерины II Тамбов обретает свой герб на лазоревом фоне, означающем красоту и величие, улей, а над ним три пчелы. Эта тема действительно очень благостная, особенно для нашего края, поскольку все мы знаем, что наш главный символ – это герб города Тамбова, изначально утвержденный еще в 1730-х и подтвержденный Екатериной II в 1781 году. Представлен там улей и три пчелы. Как мы знаем, это главный наш символ. И вот решили мы оттолкнуться, конечно же, от него. Недаром на выставке он представлен. А также рассказать историю о том, а какие же все-таки были ульи. Начались с истории о том, что все-таки это были пасеки при духовных монастырях, при Иоанно-Притеческом монастыре, точнее, в Трегуляевском монастыре, который у нас здесь располагался. И уже затем пасеки открывают частные лица. Здесь можно полистать документы и увидеть, к примеру, первое собрание, на котором 7 апреля, ну это по старому стиле 1910 года, было решено создать Тамбовское общество пчеловодства. Хочу заметить, что это были известные люди в то время, в том числе Асеевы были тоже в составе общества пчеловодства. И, например, недаром у нас и на выставке мы показываем фотографии епархиального свечного завода. И здесь мы видим, что просьба, поскольку рамочные ульи только входили в быт, в обиход наших пчеловодов, но были проблемы с искусственной вощиной. Вот просили как раз наш епархиальный свечнозавод, который изготавливает воск, чтобы они по такой приемлемой цене его отпускали пчеловодам. Если мы будем проводить параллели между современным сегодня временем и прошлым, то найдем таких много связующих нитей, например, что на рынке торгуют поддельным медом, как установить цены. И вот с этими вопросами и посылали наших инспекторов в другие регионы, например, ездили на съезд в Казань, в Санкт-Петербург, а кроме того делали запрос в Екатеринославскую губернию, чтобы узнать, например, как у них построен процесс вот этой торговли. Сотрудничество цветка, пчелы и человека. До революции у нас пчеловодство на Тамбовщине очень сильно развивалось. И не зря же у нас герб Тамбова – улья и пчелы. У нас были организованы передвижные поезда, на которых люди переходили от бортьевого пчеловодства к рамочным ульям. У нас были баржи, на которых были выставки пчеловодные. Пчелы – это, в принципе, самое удачное творение Бога. Там у них полный коммунизм, там нет лодерей, там одни только труженькие. И польза от нее бесценная. Мало того, что любой ее продукт укрепляет здоровье человека, но самая главная роль пчелы – это появление дикорастущих растений. После появления дикорастущих растений семена становятся более жизнеспособными. На этой выставке показана революция пчеловодного ремесла от простой колоды, сапетки до современного пенопластового ульяна. В пчеловодстве мало революции произошло за эти десятилетия. У нас очень трудно изобретать что-либо. Вот обратите внимание, демар, допустим, в 19 веке мало чем отличается от демаря современного. Суть все та же. Как раньше носили на носилках пчелы ульи, они и сейчас носят. Поэтому нам очень трудно применить какую-то механизацию пчеловодства. И вообще это дело такое, оно семейное, индивидуальное, и занимаются этим фанатики, у которых, как говорят, сдвиг по фазе. Потому что пчеловоды всегда были отмечены печатью Бога. Это сладкая каторга. Вот это труд. И у меня отец говорил, мед, он вообще-то соленый. Вот сколько сорочки три за сезон изнасушиваешь. Пот, тяжесть и дым. Мы не забыли и про интерактив, который в современном мероприятиях очень важен. И показываем здесь предметы. Также дети могут попробовать на себя надеть вот эту сетку, маску, почувствовать себя пчеловодом. Ну, только что пчелы у нас не летают вокруг. И покрутить медогонку, посмотреть, вот как вообще процесс, то, что надо выкачивать вот этот мед. Тема достаточно мало может быть изучена вот в целом на протяжении долгого периода. Поэтому если у наших посетителей есть какие-то фотографии, есть информация о том, как занимались у них родные пчеловодством пасеки, то мы также приглашаем их к сотрудничеству. Время быстротечно. Не оставляйте надежды, что потом можно начать все сначала. И наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе на канале Новый Век. В свободное от работы время.